друзья привет сегодня хочу заниматься своей орхидеей фаленопсис мне такое чувство что ей приходит конец хотя она вот набрала цвет цвет такой знаете слабенький слабенький в этом году прошлом году цвела два раза и мне ее подарила дочка я ее пересадила с торфяного стаканчика вытащила и посадила в кору поливала ну иногда методом погружения но в основном вот в поддончик вот в этот вот вот в эту вот наливала но был период когда она немножко пересохла пока я там была в америке и а сейчас я видимо ее залила я посмотрела у меня все позеленела корней я вообще там не вижу есть ли они или нет воздушные то вот эти есть потом вот этот вот один лист это туле от холодного окна туличу пропадает в общем пропадает и новых побегов то я пока не вижу новых листочков думаю как бы она меня совсем не пропала и вот у нее уже оголилась вот видите вот здесь вот видно шейка уже прям совсем тут хотела ее сначала обрезать разделить на две части но как бы верхнюю укоренить но сейчас она цветет трогать не буду ее она здесь вот еще тут немножко набирает как бы цвет поэтому мне как бы жалко и я решила что сейчас я ее аккуратно достану посмотрю какие корни может быть правильно они там уже сгнили у меня те внутри и ребят хочу посмотреть во-первых какой грунт какой себя ведет вот эта кора вот и возможно возможно я переведу ее на керамзит ну давайте смотреть для начала давайте смотреть вот моя красавица единственная конечно не специалист по орхидеям но прям мне она очень нравится еще бы мне хотелось завести но надо опыта сначала набраться так достаем проверяем так друзья достала с горшка вот смотрите видите здесь все цветет вот но и здесь есть конечно процесс подгнивания кое-где корни вот прям сильно зеленые прям вот такие но зеленые то ладно вот я вижу что вот видите вот сейчас я все все постараюсь очистить каратая сверху она суховато но внутри все-таки эти мокрые ножки что-то по-моему я чересчур ее залила сейчас вот аккуратно ручкой наверное не ножом очищу корни потихоньку и посмотрим что у нас дальше да друзья подгнивание явно есть явно есть вот но тем не менее ребят тем не менее там есть даже маленькая детка вот сейчас что я буду делать но я так думаю не все потеряно воздушные корни есть кое-какие еще эти но можно сказать такие полуживенькие сейчас я все вот это то что подгнившая буду аккуратно обрезать по возможности там секаторов до живой ткани когда вот это вот все обрежу я значит обработаю перекисью друзья надеюсь что я успела вовремя вот смотрите вот этот вот например вот все уже здесь можно сказать что полностью полностью удаляю этот вот и потихоньку вот полно все равно видите здесь от нем поэтому от него толку никакого вот пожалуйста подгнивший на вот этот еще еле живой но вот этот вот обрежу до живой ткани вот так так дальше что ты тут вроде как целый так сейчас буду перебирать каждый корешок и где что поднившие удалять удалять прям надо разобрать прям каждый корень вот видите тоже вот в бок идет и подгнил подгнил тем не менее вот как это называются архиводы говорят раскуплившиеся хотя вот удержится можно сказать на соплях господи прости вот ну в смотрите ну вот тут вот тоже вот перебираю каждый и смотрю что можно попытаться оставить оставляю что нельзя уже убираю полностью может быть даже я их но потом промою под водичкой держать не буду просто промою чтобы потом но было тщательно видно картину а тут кое-где еще в земле как бы в этих в коре вот видите есть тут конечно это вот не знаю пропала не пропала она видите вот участками раз 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 то видимо засушу то залью то засушу то залью опыта мало ребята опыта именно с орхидеями вот мне недавно ну что обработаю потом покажу вам итак друзья я перебрала все значит корешки до единого вот эти вот корешки вроде как темные но вроде как бы и живые вот я смотрю по вот этим вот окончанием вот вот даже вроде вот этот смотрела мне сначала показалось что он сгнил там но тем не менее вот смотрите он даже как говорится раскуклился и вот здесь но это 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 воздушно эти раскукленные да вот поэтому я ну как более-менее как говорится щадящего брала вот вот здесь вот смотрите вылезает новый корешок вот он прям вот маленькая точечка и вот он вот он вот он вот он росточек вот он прям росточек и вот я теперь не знаю как его теперь посадить то и вот здесь вот тоже видимо или корешок вылезает вот с листа в середке или вырезаю или вылезает скорее всего корешок может быть детка не знаю что-то вылезает и где я еще увидела ну вот здесь вот например видите корень такой раскуклившийся вот это то что пятна темные но скорее всего она скоро вот 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 этот лист обсушит не знаю наверно обламывать пока не буду а вот здесь вот смотрю с другой стороны ребят вот с другой стороны вот тоже вылезает тоже или будет воздушный корень через лист лезет или будет цветонос вот цветонос вот который цветет ну цветов не так много он может долго цвести поэтому как бы не срезаем а вот этот я сломала я сломала цветонос случайно но пока он вот так стоит никаких признаков жизни не подает вот и что я теперь буду делать вот смотрите вот горшок я весь от мыла полностью от вот этой зелени но вот в чем проблема проблема в том что это же стальная пересадка и у меня нет керамзита вот ну прям вот такой который продают кругленький симпатичные у меня строительный керамзит вот строительный но он такой же легкий прям плавучий все равно ну вот просто он не такой красивый мне кажется ну вот я решила использовать его потому что нету другого а в леруа у нас есть конечно но ехать далеко это вот здесь вот вроде болтается да вот кажется вот может быть отрезать но с другой стороны вот она же раскукливается ну и вот так я сейчас ну корни в принципе не жесткие постараюсь все это запихнуть видно что-нибудь не видно как то так сейчас аккуратно все постараюсь но все не все основную массу постараюсь вложить туда вот вот этот наверное длинный останется длинный вот этот останется в идеале конечно бы посадить в другой горшок но побольше можно было бы но опять же говорю горшка у меня нет другого вот и вот так я сейчас засыпать буду засыпать мне еще самое главное повредить деточку а деточка вот там поэтому буду засыпать долго как говорится и нужно я не обработала перекись водорода сейчас обработаю все ранки перекисью водорода пролью чуть-чуть а уж потом начну пересаживать орхидею ну здесь станет ну нет нет все равно конечно ранки есть где я отрывала корешки но не отрывала отрезала вот они есть основной ствол я не трогала все здесь нормально кое-где мне пришлось прям вот подгнила конкретно вот это чё пропустила или нет нет это не пропустила но тут часть а так это что обработаю чуть-чуть вот этот вот вот этот я обрезала тут они были то ли сломаны то ли чё-то чё-то было не то подгнившая в общем обработаю и засыпаю аккуратно аккуратно керамзитом друзья сажала я сажала и в итоге передумала передумала я ее посадить потому что смотрите если корни я туда вот эти все прячу то детка получается которая есть она вообще получается в глубине а если я засыплю это все камнями как она вылезет она просто не сможет вылезти поэтому что я решила я вытаскиваю делю на две части нижнюю часть деткой сажаю горшок наверное в другой пока потому что у меня такого больше нет мы посмотрим вот а верхнюю вот эту часть значит вместе среза где я срежу обработаю перекисью заправлю корни и посажу даже не буду удалять цветоносы не знаю правильно это линит но если что вы мне подскажите как правильнее сделать если что потом удалю вот потому что здесь она выпускает много корней и по идее уже у верхней части уже корни есть вот а вот вот эта детка очень получается низко в земле вот смотрите вот она детка и она получается низко в земле я сейчас вот здесь вот обрезаю вот это вот и у меня остается вот этот вот позорный листик 11 один останется вот этот пенек и цветонос уйдет сюда наверх вот сейчас даже вот при вас это и сделаю вот так вот смотрите вот так я обрезаю вот смотрите здесь достаточно корней вот сейчас я сразу это все обработаю перекисью вот пусть она полежит ничего и не будет это обработаю перекисью вот ну вот и вот получается вот она деточка деточка маленькая да вот я ее тут вот корни она тоже то ли корни то ли еще какие-то деточки вот это вот я посажу сейчас наверно в другой все таки горшок вот получается у детки тоже вот такая не очень хороших но тоже борода есть воздушные корни вот можно прям хорошо посадить два листа осталось тоже неказистых со временем она наверное их сушит вот так засыпаю но уже держится неплохо надеюсь то что есть воздушный корни хотя я сделала и рану как бы в основном поле конечно это большой урон но все-таки надеюсь что она не знаю вытянет вытянет эти цветоносы в общем сейчас еще их и закреплю саша как посажу покажу вот так вот друзья у меня получилось в родной горшок все посадила не знаю наверно фракция немножко может быть мелковата но я стоит старалась чередовать так как ну корней то в принципе много поэтому как бы мне надо было чтобы керамзит просыпался промеж корней но сделала вот так надеюсь что все будет хорошо теперь что ребят для 2 детки вот для этой вот искала искала и нашла мне племеши подарили вот эту вот красивую такую рюмку как бы фужер и вот я думаю теперь вот это вот страшненькое чучело мяучило посажу туда ну и все буду засыпать керамзитом на опять же это получается у меня будет закрытая система но у дочки я садила так в кору в перемешку с керамзитом и вы знаете у нее вот такая круглого за 1 без ножки только было побольше даже чуть-чуть размером там у нее 3 фаленопсиса росло и вот признаете прекрасно видно прекрасно видно как там корневая развивается много воды мало воды в стеклянной емкости хорошо видно поэтому наоборот я думаю что перелива как бы не должно быть вот сейчас пока я вот так оставляю да но может быть если когда будет ну жара у нас 40 до то может быть я положу сверху немножко мха чтобы лучше удерживал влагу и меньше было испарение но это будет потом сейчас пока ничего уложить не буду буду наблюдать вот за этим так и так сажаю вторую свою свой корешок вот так друзья выглядит моя детка вот она красавица торчит там вот здесь вот этот пенек два листочка замухрышистых два корешка там три осталось и сверху но все остальные внутри 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 вот так как могла старалась украсить что называется строительный керамзит вот так ребят получилось надеюсь она теперь будет развиваться но хотя бы мне теперь видно что у нас там на дне есть вода нет воды какие корни как они будут расти буду наблюдать и это мне очень нравится в прозрачной посуде если керамзит будет подсыхать но немножко сбрызну с пульверизатора может быть но внизу я насыпала дренаж и где-то ну сантиметрика полтора-два и потом только стала корни укладывать сверху так что если какая лишняя вдруг водичка будет сливаться на самое дно здесь тоже самое так вот украсила вот так вот выглядят две мои орхидейки надеюсь и это у меня выживет надеюсь выживет обрезанная как говорится как это говорят голову срубили да но так как она с корнями надеюсь что все будет хорошо вот так друзья понравилось видео поставьте лайки подписывайтесь обязательно кто не подписался еще много много интересного с нашими цветами будет до скорых встреч пока пока